Всем привет, с вами Йорн и сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем рубрика вопрос-ответ. Много вопросов, но нужно дать ответы. Первый вопрос, который всех интересует, как я играю во FK Arena. Играю я двумя способами. Первый, это через телефон и планшет на платформе Android, а также играю через эмулятор на ПК. И раньше я вам скажу, что я использовал эмулятор Nox, но это ни в коем случае не реклама. И расскажу, почему я от него отказался. Но отказался я, во-первых, потому что он жестко грузит систему, ЦП вообще вашего ПК. И он очень требовательный именно к вашему компьютеру. И в итоге, когда у меня начал зависать Nox, постоянно какие-то игры висун, плюс друзья играют тоже на Nox, и говорили, у них тоже такое постоянно. А они играют, допустим, в какие-то MMORPG на Android. И когда надо сделать какое-то действие, у них постоянно все зависает. И иногда, когда это зависание доходит до предела, у вас появляется синий экран, ребут компьютера, а потом скан жесткого диска на ошибке. Ну и в итоге я думал, может быть у меня проблема с виндой, может у меня проблема с железом. Все проверил, переустановил винду, настроил идеально, и все равно продолжалось то же самое. Ну думаю, ну наверное надо просто скачать программку, которая будет чистить кэш. Скачал, все равно не помогает. В итоге я решил, что надо что-то делать. Убрал этот Nox, долго сидел в интернете, и наткнулся на еще один эмулятор BlueStacks. Как говорится, что использую, то и советую. Это не реклама, но ссылка в описании видео. И в итоге я его поставил на ПК, настроил, посмотрел загрузку ЦП, приятно удивился, и он не тормозит. И уже использую его где-то полгода, и никаких проблем вообще с ним не было. Даже нареканий на него нет. Ни у меня, ни у друзей, кто тоже его стал использовать. И потом, когда я уже начал играть в игры на платформе Android, и в том числе АФК-арена, я увидел, что оказывается они еще какие-то партнеры на площадке Play Market и также в App Store, и вы в итоге получаете два в одном. То есть, во-первых, у вас не тормозит игра, и второй приятный бонус, что когда вы играете в свою любимую игру, а это не только АФК-арена, вам даются какие-то бонусы в виде монет или еще что-то. И в BlueStacks вы можете их тратить на коврики, на мышки, на какие-то футболки, ну, в общем, на всякие приколюхи. Поэтому Nox, Ditch, BlueStacks, это круто. Качаем. Второй вопрос, который всех интересует, как помимо особых паков, которые я советую всем покупать, если есть возможность задонатить в игру, но ни в коем случае я никого не призываю, это прям не реклама, ничего. Если есть возможность и по карману не бьет, да, и по вашему бюджету семьи, вы это делать можете. В игру вообще можно играть и без доната, но это будет просто все намного дольше. Но суть это не меняет. Поэтому те, кто много донатит, ну, просто у них есть возможность. И помимо выгодных вот этих паков в игре на 45 тысяч кристаллов и там промежуточных паков, которые нам прилетают, и я уже рассказывал не раз, можно очень выгодно и легально платить в игре за паки и практически на полстоимости дешевле. И как это выглядит? Ну, допустим, вы заходите на какое-то вот здесь вот предложение в игре, что-то подвисает сегодня игра, и видите, что пак в среднем самый топовый, вот с этими 25 картами, да, стоит 100 баксов. Вы хотите его купить. У вас есть возможность, и все. И можно это сделать официально, но гораздо дешевле. И это не какой-то секретный метод. Вы просто заходите на Play Market, проваливаетесь в Google аккаунт и меняете паспорт плательщика. Платите вы не через Россию, там идет именно конвертация денег, по-моему, то ли с евро в рубли, то ли с доллара в рубли, а будете платить через Турцию. Указываете страна Турция, пишите там индекс, вся информация, если вы хотите это сделать, находится в интернете, и она открытая. Как это делать, уже многие сделали даже гайды отдельно. Вы меняете этот паспорт, и в итоге, когда вы перезапускаете игру, ну, надо старый паспорт ваш, российский вот этот вот платежный удалить, вы заходите в игру, и когда вы вот так вот заходите сюда, какой-то пак купить, у вас здесь не в долларах, а вот этих турецких тубриках. И прежде чем что-то купить, зайдите в Яндекс, напишите, какой курс вот этой турецкой валюты, там, по-моему, лира она или как-то называется, я точно не помню. И посмотрите, сколько это в рублях. И, соответственно, вы поймете, что некоторые паки в игре, предложения будут в полтора, а то и в два раза дешевле. Это факт. И я в многих играх тоже это использую, и реально это помогает. Допустим, когда я что-то покупаю, я стараюсь покупать именно через Турцию. Это выгоднее. Поэтому берем на вооружение, и те, кто хотят донатить, можем делать это гораздо выгоднее. Это более легально, чем, допустим, когда вы обращаетесь, вот часто, да, допустим, вы заходите в группу АФК-арены, там пишут, мы можем продать вам пак гораздо дешевле. Они каким образом это делают? Они вам покупают этот пак, потом делают возврат денег, и плеймаркет может разозлиться, и вообще он заблокирует ваш платежный аккаунт. И через этот аккаунт вы больше ничего не купите в этой игре. А некоторые разработчики игр, представители данной игры, могут вам просто в минус загнать ваш аккаунт, и вы можете купить в этом валюту в этой игре, только если вы этот минус переведете в плюс. И поэтому лучше этого не делать. А вот именно через Турцию это все легально. Тут не в обиде именно представителей плеймаркета, а также не в обиде разработчики данной игры. Вот. Я это использую, и многие тоже уже используют очень долго. Если эту лавочку прикроют, возможно, через какую-то другую страну тоже можно будет покупать выгодней. Здесь, я думаю, уже ответил на этот вопрос, и закроем его окончательно. Следующий вопрос, который всех интересует, это последнее видео, которое я выпустил, странника, и где я рассказывал про фишки мистического лабиринта. Прикрутку БРа и формулы к силе вашего аккаунта, и что можно понижать его, заходить в мистический лабиринт, и проходить усиленный третий этаж, который открывается на 9.24, когда вы проходите главы компании. Ну и многие там, недалекие, писали, что это все фигня, а кто-то наоборот проверил, сказал, что это так и есть. И в итоге, попался мне один игрок, который был неравнодушен, он начал тестить, я тоже начал тестить, и мы пришли к такому мнению, после долгого диалога, что все-таки это стоит делать. Во-первых, вы заберете награду с фрица, а это все-таки 3000 монет лабы, или 3000 гильдкоинов, а также 10 000 монет легендарной арены. И с учетом того, что вы понижаете силу противника, а также понижаются их награды, это все уравнивается этой наградой с фрица. Это очень круто, и я это делаю. И как это работает, еще раз скажу. Когда обновилась у вас игра, ну там тикал сутки, да, этот счетчик, вы заходите в игру, и у вас лаба в откате. Вы в нее даже заходить, не вздумайте посмотреть, что там, что вы там не видели, там все одно и то же. Вы заходите сначала так в героев, раздеваете всех своих героев, кстати, хочу похвастаться, у меня уж и мир и посох появился, и теперь фулл сет. Фулл сет, ребята, я теперь могу его апнуть на мифик плюс, и у меня будет топовый сет в нашей мире. Осталось только брутусу выловить тапки. Вот. Ну и в общем, вы вот так раздеваете всех героев, снимаете артефакты, перезапускаете игру, перезапускаете игру, заходите в игру, первым делом, что вы делаете, заходите в мистический лабиринт. Зашли, формула сработала, противники пересчитались, вам загрузили противников, сильных, по вашему, именно БРу, вашего аккаунта, да, вот здесь вверху, где, вот у меня 3101К, а потом только вы одеваете своих героев обратно, все, одели своих героев обратно, после этого зашли в лабиринт, хлопнули там всех этих противников, забрали награды, и вышли. Все, схема рабочая. А с учетом фиксов на следующей неделе, которые будут обновления, там пофиксят реликвии, реликвию на стан от молнии, легендарную, и две элитных реликвии, которые понижали атаку и защиту, вероятность того, что вы пройдете без этой фишки, ну, очень мало, я вас, вот вообще, я говорю из своего опыта, потому что, у меня 3 аккаунта, я на них постоянно прохожу, и я вижу, насколько сложно пройти без этого, людям, потому что, постоянно пишут, скидывают видео, сделаю анализ, подскажи, как это сделать, и все тому подобное. Вот, поэтому эту фишку используем, и берем на вооружение, что могу еще сказать. Следующий вопрос, который я бы хотел разобрать, это, арена. Многие мне задают вопрос, как я делаю анализ, когда заходим на легендарную арену, так как мы с вами простые смертные, столько не донатим, мы можем делать только ставки. Заходим сюда, и видим, что в четверть финале я проиграл. Почему? Ну, во-первых, когда у меня здесь было 2 игрока, я такой думаю, сейчас поставлю ставку. захожу в левого, тут стоит 3 пятерки, все 5 звезд. Захожу вправо, тут тоже стоит 3 пятерки, все 5 звезд. И практически они идентичны, только у одного было изиш, а у другого было талия. И я сделал анализ, о нем чуть позже, поставил свою ставку, и видимо, когда была битва, данный игрок сделал расстановку героев по-другому. А это очень сильно роляет. Роляет как раз таки в том, что если команда стоит противоположно по фракционному преимуществу противника, то он выиграет. И в чем фишка? Ну, допустим, вы заходите, смотрите, первая линия стоит фракция дикарей, полностью пятерка. Заходите к противнику, у него первая пятерка стоит, ну, я не знаю, там, люди. Ну, допустим, люди, да? Или у того громила, а у этого люди. И мы понимаем, что если стоят громилые люди, то громилы проиграют людям. Почему? Ну, во-первых, потому что у людей фракционные преимущества не бьют больше урона по громилам, а также у них идентичный бонус 25 атаки, 25 здоровья. Ну, и кто проиграл? Естественно, проиграют громилы. После этого, если вроде там как одинаковые пачки стоят, и вы не знаете, как будет, я смотрю, как чаще игрок ставит контроль своих вообще вот эти пятерки. Если там среди людей стоит фауз, а среди дикарей стоит тази и еще какой-то герой, да, допустим, контроля, ну, такой минимальный хотя бы, который понижает энергию противника, вероятность того, что он выиграет практически 100%. Если какой-то другой игрок весь контроль ставит в первую пачку, и у него там солянка 3 плюс 2 или 4 плюс 1, то вероятность того, что он выиграет, очень мала, но она есть. Поэтому я просто смотрю именно фракционные преимущества игроков, как они расставляют свою команду, а также понимаю механику скиллов всех героев. И делаю выводы, и основываясь на этих выводах, делаю ставки. Но, как вы видите, я не всегда могу угадать. Потому что, когда бьются 2 доната, и у них все прям на 5 звезд, вероятность того, что кто-то выиграет, тут просто шанс. Шанс. Теория вероятности, как ее можно назвать. Вот, собственно, так я и использую именно ставки. Ну, и давайте мы перейдем плавно к последнему вопросу данной рубрики сегодня. Это башни короля. Многие мне писали, почему я не сделал обзор на башню короля, там же все мега так интересно. Еще их теперь стало 5. Ну, я вам скажу честно, да вот вообще неинтересно. Неинтересно в том, что эти башни проходятся конкретной пачкой конкретной фракции. Единственное, что здесь может быть интересно, честно, это награды. Награды меня здесь радуют, потому что, когда вы проходите, получаете монеты и золото прямо у меня прибавилось, также молоточки, жетоны прокачки шмота. На 20 уровне мне вообще прям награда понравилась, я вам скажу. Когда заходишь, тут дают вот такие вот карты. Карту призываешь, из каждой карты тебе падает фиолетовый герой. А когда я дошел до 30 этажа, каждой вот этих из 4 башен, мне прилетело после каждого 30 этажа каждой башни предложение, и в итоге у меня их вот здесь висело слева 4. И каждое предложение стоило что-то около 700 рублей, там давали две вот этих фиолетовых карты, каждой фракции, то есть вы точно призовете двух героев этой фракции, и еще кристаллы, и еще что-то. Но я посчитал, что это дорого, и естественно, я особо сейчас не доначил эту игру, и вообще не собираюсь больше. Я не стал покупать. Ну, допустим, те, кто могут, они купят, и это прикольно. Прикольно достаточно получить двух героев конкретно. А как раз вот тот метод покупки через Турцию, возможно, этот пак был бы еще дешевле. Но в основном, по-моему, вообще Турция действует только на вот эти вот статичные паки, которые постоянно в игре висят. На какие-то разовые паки, по-моему, Турция не действует. Но если действует, было бы прикольно. Я почему-то тогда не посмотрел, не стал заморачиваться, и в итоге вот рассказал вам, какие награды здесь прилетают. Ну, понятно, что можно посмотреть прохождение, но прохождение здесь в основном как заключается? Я вот захожу в Башню Света, захожу сюда, вот моя стандартная расстановка. Что я делаю? Я захожу в своих героев, снимаю шмотки из Брутуса, снимаю шмотки с Шемиры, артефакты, одеваю эту фракцию максимально как могу и убиваю этих противников, забираю все награды. Вот и все, вот и вся-то Башня Короля. Тут особо это сильно никакой тактики не придумаешь. Тут все зависит именно только от прокачки ваших героев и чем больше ну как бы вы прокачали героев, тем дальше вы пройдете как по основной башне, так и по фракционным башням дальше. Возможно здесь будут еще какие-то награды и о них вроде писали вот в предстоящем обновлении тоже и потом мы просто рассмотрим эти награды. А награды я думаю будут в виде шмоток каких-нибудь или еще что-то. Было бы неплохо. Ну а на этом все дорогие друзья. Рубрика подходит к завершению вопрос-ответ. Не забываем ваши вопросы адресовать вообще и писать именно в группе ВК. Также в описании этого видео есть ссылочка. Заходим. И там есть рубрика вопрос-ответ. Пишем туда и отвечая а также будем делать раз 4 дня или 5 дней вот эту рубрику вопрос-ответ и если она зайдет ставьте пальцы вверх. Я думаю данное видео было полезно вам в целом по игре. На этом все. Всем пока-пока.